Евгений Корнечук, чрезвычайный полномочный посол Украины в Израиле с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Ну вот в начале ноября в одном из интервью вы говорили, что есть определенные предпосылки, что позиция Израиля относительно поставок вооружения Украины изменится. И вот глава штаба национальной безопасности страны Иль Хулата заявил, что если Россия все-таки закупит иранские баллистические ракеты, Израиль начнет поставлять Украине свои высокоточные ракеты. Чем нам может помочь Израиль? О каких ракетах идет речь? Послушайте, я хочу говорить только приятные вещи, но, к сожалению, сказать я могу очень мало. Поскольку то, что происходит, оно не подлежит обсуждению, израильская страна предпочитает работать тихо и без огласки. Любая огласка может привести к тому, что контракты будут приостановлены и расторгнуты. Что касается заявления господина Хулата, который является на сегодняшний день главой Совета национальной безопасности Израиля, к сожалению, его позиция, на мой взгляд, преждевременная, поскольку вы знаете, что в Израиле состоялись досрочные выборы и сейчас формируется правительство. Господин Хулата уйдет в отставку вместе со старым правительством. То есть на сегодняшний день он временно исполняет обязанности до смены правительства. И это значит, что, к сожалению, ожидать немедленных изменений не приходится. Мы видим схожую картину и с министром обороны Гансом, который сам настоял на телефонном разговоре с господином Резниковым, нашим министром обороны на прошлой неделе, для того, чтобы меняться мобильными телефонами. Но это смешно, понимаете? Человек, который имеет возможность за две недели, которые он будет находиться в кабинете ближайшие, подписать важнейшие лицензии, контракты и все остальное, он этого не делает. Но при этом они делают хорошее лицо. Поэтому заявление господина Хулаты, я считаю, что, конечно, это признак серьезности, с которой Израиль рассматривает изменения, связанные с позицией Ирана. И мы максимально разгоняем это в публичную среду, для того, чтобы израильтяне понимали, что это не шутки. У меня, к сожалению, ожидание только на то, что Израиль прагматично будет относиться к нынешней ситуации. Потому что все наши просьбы о помощи, они, к сожалению, заканчиваются очень мало чем. Израиль по-прежнему ведет себя крайне осторожно в военно-техническом сотрудничестве с Украиной. И нам не удается преодолеть окончательно эту стену. Вот президент Зеленский и Бениамин Натаньяху провели, по вашим словам, я знаю, очень позитивную беседу. И Зеленский, в том числе, просил оружие. Как вы думаете, новая власть изменит свою позицию в отношении помощи Украине? Какие прогнозы? Ну, смотрите, мы здесь публично говорим из всех, послушайте, возможных средств массовой информации о том, что мы очень надеемся на то, что господин Натаньяху, как опытный политик, немедленно изменит свою позицию и Израиль открыто будет поставлять Украине вооружение. Произойдет это или нет, это как гадание на кофейной ущи. Поскольку у Израиля действительно специфическая ситуация в региональном отношении, у него много врагов на региальном уровне, тем не менее, аргументы, которые ранее использовало израильское правительство о том, что российские войска находятся рядом с израильской границей на севере в Сирии, на сегодняшний день этот аргумент отпал. В связи с войной в Украине россияне передислоцировали практически всех своих военнослужащих, за исключением подразделения охраны портала атаки в Украину. Это включает и средства ПВО, которых так боялись израильтяне. Это включает и авиацию. То есть этот аргумент отпал. Другие аргументы, на мой взгляд, тоже несостоятельны. Поэтому я хочу быть оптимистом. Мы делаем для этого все возможное и невозможное, для того, чтобы Израиль занимал такую же позицию, как занимают большинство демократических стран и наших стран-партёров. К сожалению, хочу сказать, что наши ожидания в отношении Израиля были, мягко говоря, слегка завышены. Но, опять же, мы активно работаем в информационном поле, работаем с политиками для того, чтобы эта ситуация изменилась. То, что происходит, я не могу сказать, что ничего не происходит. Но, к сожалению, опять же, наши возможности комментировать ограничены. И ситуация с Ираном, на мой взгляд, она в первую очередь подтолкнет Израиль к более активному сотрудничеству. Консультации ведутся. Опять же, я не могу раскрывать детали. Ведутся на экспертном уровне, профессиональном уровне, между военными. И я надеюсь, что официальная позиция израильского правительства, после того, как она будет сформирована в ближайшие недели, также будет изменена. Конечно, Иран стал таким вот триггером. Скажите, вот для принятия уже новой коалиции всех решений о вопросах поставки оружия Украине, нужно будет обдобрение Вашингтона. Потому что передовые технологии, они как разрабатывались вместе с США. Как вы полагаете, вот здесь будет полное понимание? Смотрите, это очередная отмазка. Вот говоря на обычном языке, потому что, безусловно, Вашингтон и так нам дает все, что может, и никаких ограничений не будет. Более того, та техническая помощь, которую мы получаем от Израиля на сегодняшний день, она напрямую связана с давлением Вашингтона. То есть, если бы его не было, то и помощи бы, скорее всего, не было. Она бы вся закончилась на двух тысячах касках и бронежилетах, которые были переданы открыто за последние девять месяцев. А так делается больше, именно из-за давления Вашингтона. И поверьте, я провожу еженедельно встречи с американским послом здесь. Наши военные общаются. И говорить о том, что американцы запретят Израилю какое-то оружие передавать, абсолютно бессмысленно и смешно. Более того, этот аргумент тоже абсолютно несостоятельен, потому что мы объясняем, что для сбития иранских дронов нам и не нужно самое современное израильское оружие. Нам нужны обычные зенитные установки. Просто наша проблема в том, что территория Украины огромная, и нам их нужно много для того, чтобы закрыть все объекты политической инфраструктуры. Израильтяне тоже это слышат. Но опять же, надеюсь на то, что как только будет сформировано новое правительство, во главе с Бенемином Натанягу, это решение политическое об изменении позиции Израиля, будет принято немедленно. Мы для этого делаем все возможное. Израиль официально помогает Украине, лечит наших бойцов, передает медоборудование, кареты скорых, бронежилеты, каски, продукты. Есть еще и волонтерская помощь. Она огромная. Расскажите о ней, пожалуйста. Смотрите, об этом можно говорить много. Но, во-первых, тут надо разделять четко позицию правительства Израиля и позицию граждан и общественных организаций, компаний. Если взять всю помощь, которую получила Украина от Израиля, гуманитарную, то, наверное, грубо, 20, может быть, 25% этой помощи – это средства израильского бюджета. Остальное – это помощь волонтеров израильских, это помощь простых израильтян, не обязательно русскоязычных или людей, которые приехали из Украины. Нет. К нам обращаются израильские компании, которые передают медицинское оборудование, бинты, все что угодно. То, что нам удалось через израильское правительство получить квоту на первых 20 наших военнослужащих, или протезирование, слава богу, это случилось, но случилось через, слушайте, через 8 месяцев войны. Понимаете? И это, опять же, было сопряжено со скандалами на всех уровнях. Поэтому все происходит, к сожалению, не так, как хочется, но слава богу, что происходит то, что происходит. Но мы, опять же, мы говорим о том, что мы войну, к сожалению, мы благодарны за всю гуманитарную помощь, но войну мы бинтами не выиграем. Нам нужны средства обороны. Нам нужно ПВО для того, чтобы защитить наших гражданских. Если вы не можете нам передавать или продавать наступательное вооружение, предоставьте нам вооружение, которое позволит защитить жизни наших гражданских. Да, и вот вы это сейчас говорите, и в этот момент практически на всей территории Украины снова воздушная тревога, да, снова люди прячутся в подвалах. Да, ну сейчас посольство прорабатывает поставки как раз трансформаторов для наших ТЭЦ, и мы активно этим занимаемся тоже. В Израиле есть пара производителей, мы сегодня с утра проводили с ними Zoom. В ближайшее время, я думаю, поставки эти тоже организуем. Но опять же, для меня ключевым вопросом есть, безусловно, вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. И мы этим занимаемся постоянно 24 на 7. То, что происходит, слава Богу, еще раз подчеркиваю, это происходит благодаря давлению Соединенных Штатов, благодаря активной позиции нашего президента. Вот он и в беседе с Натаньягу две недели назад этот вопрос поднимал. Завтра планируется телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом. Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться снова. Я думаю, что мы общими усилиями все-таки эту позицию изменим. Но уже тепло. То есть я не могу сказать, что ничего не делается. Но, безусловно, может делаться гораздо больше, и мы над этим работаем. Господин посол, мы бы хотели показать карту воздушных тревог. Да, и вот видим, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, кроме Крыма. Все горит красным. Но еще буквально 15 минут назад на Западной Украине было тревоги. Просим не игнорировать, да, и спускаться обязательно на убежище. Хотели задать вам еще один вопрос. Ситуация на Ближнем Востоке, вот сейчас она очень напряженная. В Иране революция полыхает уже третий месяц. Скажите, возможно ли вот сейчас обострение отношений между Израилем и Ираном? Вы знаете, что бомбардировки Израилем, подразделения Ирана в Сирии происходят практически каждый день. И если раньше их согласовывали с российскими войсками, поскольку российских войск там нет, то сейчас они сотрудничают активно с турками. Фактически турки воюют там с курдами, а израильтяне с иранскими подразделениями. И Израиль очень сильно беспокоит новость о том, что Ирану удалось в последние дни буквально осуществить обогащение урана до 60%, чего они и делали ранее. И мы подчеркиваем то, что это происходит не без помощи Российской Федерации. У нас общий враг. И я думаю, что это должно нас объединять еще больше, и это должно потолкнуть Израиль более активно сотрудничать с нами, открыто сотрудничать. Поскольку, безусловно, любое сотрудничество в закрытом режиме, оно ограничено. А нам нужна массовая помощь. И опять же, в данном случае объяснить то, что это выгодно. Это не просто гуманитарная обязанность как демократической страны, а это то, что выгодно Израилу. Мне кажется, что это намного проще. И мы делаем в этой связи успехи. Я хочу сдержанно сказать, что мы движемся в этом направлении. И, слава Богу, все происходит гораздо быстрее, чем первые месяцы войны. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, за содержательную беседу. А я напомню, Евгений Корничук, чрезвычайно полномочный посол Украины в Израиле, был с нами на связи.